В мае этого года государство начало предоставлять новый вид помощи. Отдельные категории граждан могут получать возмещение своих затрат, понесенных на уплату фонд капитального ремонта. Напомню, эта строка в квитанции появилась два с половиной года назад, и сумма взносов зависит от площади жилого помещения. Кто имеет право на возврат своих денежных средств и как их можно получить? Смотрите далее. 140 обращений на компенсацию затрат. Столько заявлений в службу адресных субсидий поступило от жителей Мирнинского района в этом году. Для региона с населением 72 тысячи человек очень мало. Такое мнение высказали представители Республиканского агентства субсидий во время видеоконференции с коллегами из Алмазной столицы. Получить 50-процентную компенсацию затрат, понесенных на уплату взносов за капремонт, могут граждане в возрасте от 70 лет и старше. Правда, есть один нюанс. Граждане, кому положена компенсация, должны проживать одни или с неработающими пенсионерами. Если у них будут прописаны трудоспособные граждане, то им уже компенсация не положена. Деньги выплачиваются на лицевой счет гражданина. Чтобы их получить, нужно обратиться в службу адресных субсидий по Мирнинскому району, либо в многофункциональный центр «Мои документы». Затраты возместят за все месяцы действия программы. Мы делаем перерасчет с мая месяца. С мая месяца будет им перерасчет. Например, подойдет в декабре, и они получат с мая по декабрь компенсацию. Включительно, да? Включительно, да. Чтобы получить господдержку смогли как можно больше граждан, работникам службы адресных субсидий рекомендовано усилить разъяснительную работу вплоть до выездных командировок по конкретным адресам одиноких пенсионеров. Руслан Фадкулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».